Здравствуйте! Итак, наконец-то ко мне в руки попали эти новые наушники от компании JBL, модель Tune 230 NC. Поставляются они вот в такой красивой коробке. Здесь окошечко на обратной стороне, характеристики, чувак на скейтборде, все как положено. В комплекте есть целых три инструкции. Инструкции по настройке ассистентов Amazon и Google и инструкция по настройке самих наушников. Как их надевать, как их подключать, в общем вся необходимая информация. Стандартный для наушников JBL оранжевый кабель зарядки. С этой стороны USB Type-C, а с этой стороны двухсторонний USB, который можно втыкать любой стороной. В комплекте к наушникам идет две дополнительные пары амбушюр, маленькие и большие. Ну и конечно сами наушники. Вот такой замечательный кейс, очень качественно сделан, из матового пластика. Что интересно, здесь порт зарядки расположен внизу кейса. Например, у модели Tune 130 NC порт расположен ровно посередине. По периметру есть плоский кантик, благодаря которому наушники можно ставить на стол вот так. А вот так выглядит процесс зарядки кейса. В отличие от модели Tune 130, здесь индикатор мигает плавно. Производитель заявляет, что наушники работают 10 часов без подзарядки, плюс 30 часов дополнительно в кейсе. Давайте посмотрим на сами наушники. Открываем крышку. Вот так они выглядят. В кейсе они сидят плотно и не вываливаются, даже если пытаться их оттуда вытряхнуть. Крышечка у кейса подпружинена. Внутри есть вот такой вкладыш. Выглядит очень красиво. Закрывается крышка очень мягко, щелчок совсем не громкий. Вот так выглядят. Сами наушники изготовлены очень качественно. Пластик матовый. Оригинально сделаны насадки силиконовые с оранжевым внутренним кольцом. Смотрится очень стильно. Понравилось то, что сеточка у динамика сделана металлическая. Чувствуется, что изделие качественное. А вот так они выглядят во время ношения. По удобству ношения, эти наушники реально классные. Вот эта форма сделана очень удачно и плотно прилегает к ушной раковине. Пробовал их надеть и пытался специально вытряхнуть их из ушей, но у меня ничего не получилось. Наушники в ушах держатся крепко и не вываливаются, даже если вы занимаетесь спортом. У меня есть наушники JBL Wave 200. Я ими очень доволен в плане того, что они не выпадают. И у них похожая форма. Особенностью этих наушников является то, что у них динамики совсем небольшого диаметра. Всего 6 мм. Напомню, у модели Tune 130 NC они 10 мм. То есть разница почти в два раза. И мне было очень интересно узнать, как они будут звучать с такими маленькими динамиками. Могу сказать, что со звуком они справляются превосходно. 6-ти миллиметровые динамики этих наушников ни в чем не уступают модели Tune 130 NC. Прекрасные глубокие басы, хорошо проработанная середина, а высокие очень чистые, но при этом не бьют по ушам. Пробовал послушать на них разные жанры, в том числе металл, электронику, хип-хоп. Справляются со всеми композициями превосходно. Также здесь отличный эквалайзер, который можно настраивать через приложение. Сопрягаются наушники с телефоном очень быстро. Достаточно открыть крышку до конца, и сопряжение уже начинается. И занимает оно всего лишь 2-3 секунды. Но есть у этих наушников один нюанс, который мне очень не понравился. Об этом я расскажу чуть позже. Режим шумоподавления у этих наушников работает неплохо. Подавляет низкий и средний диапазон, а средне-высокие становятся просто чуть тише. Это значительно повышает комфорт при прослушивании музыки. Например, при прогулке по шумной улице они точно вам помогут. При этом, на мой взгляд, шумоподавление никак не сказывается на качестве звучания. Также эти наушники поддерживают режим прозрачности. То есть, вы слушаете музыку, но при этом слышите все, что происходит вокруг. Окружающие звуки будут в этом режиме громче примерно в полтора раза, чем если бы вы слушали без наушников. У режима прозрачности есть интересная функция. Если вы достаете только один наушник и собираетесь слушать через него музыку, то этот наушник будет переведен в режим прозрачности. Как только вы достанете второй наушник, то режим прозрачности будет выключен. У наушников достаточно неплохой микрофон. Микрофон точно такой же, как и на модели Tune 130 Nc. Сейчас я приведу пример, как он работает. Проверка качества микрофона наушников Tune 230 Nc в обычной обстановке. Раз, два, три. Проверка, проверка. Раз, два, три. Проверка, проверка. Проверка качества микрофона наушников JBL Tune 230 Nc в зашумленной обстановке. Раз, два, три. Проверка, проверка. Раз, два, три. Проверка, проверка. А вот по качеству соединения Bluetooth у этих наушников не все так гладко. В приложении JBL Headphones есть три режима. Нормальный, аудиорежим и видеорежим. Так вот, в нормальном режиме они работают достаточно устойчиво, связь не прерывается и сигнал проходит даже через бетонную стену. А вот в аудиорежиме они почему-то у меня теряли связь. Причем связь теряли даже когда телефон был у меня буквально в руках. С чем это связано, я не понимаю. Возможно это как-то связано с тем, что на моем телефоне только Bluetooth 4.0, а здесь Bluetooth 5.2. Но хочу заметить, что на моих JBL Wave 200 тоже Bluetooth 5.0. И то, что на моем телефоне он четвертой версии, на них никак не сказалось. Они работают стабильно всегда. А вот здесь стабильная работа обеспечивается только в нормальном режиме. В аудиорежиме связь рвется очень часто. Имейте это в виду, если у вас не самая новая модель телефона. Но если ваш телефон поддерживает Bluetooth 5.2, то скорее всего проблем со связью у вас не будет. А вот так выглядит приложение JBL Headphones. Здесь есть возможность посмотреть уровень заряда левого и правого наушника, уровень заряда кейса. Также есть кнопочка выключения наушников, переключатели режимов шумоподавления и режима прозрачности. Причем в нем можно слушать музыку как на полной громкости, так и в половину громкости для удобства разговора. Различные режимы подключения наушников. Нормальный режим, аудиорежим и видеорежим. Про нормальный и аудиорежим я уже говорил, а вот в видеорежиме задержка действительно исчезает практически до нуля. Причем как при просмотре видео, так и в играх. Выстрелы, взрывы и хлопания дверью будут происходить именно в тот момент, когда вы это слышите. Удобный эквалайзер с плавной регулировкой частот и я рекомендую использовать именно JBL-овский эквалайзер, потому что встроенный в телефон эквалайзер работает хуже. Очень широкие возможности по настройке жестов. Здесь можно с любого наушника настроить управление тем, чем вам удобно. Будь то управление громкостью, перемоткой песен или управление шумоподавлением. Также можно полностью выключить управление с наушников. Еще одна удобная функция это поиск наушников. Вы нажимаете на значки наушников и они начинают громко пищать. Если вы их потеряли, вам будет легче их найти. И вот так это выглядит вживую. На момент обзора эти наушники стоят 6000 рублей. Какие можно подвести итоги? Наушники прекрасные. Очень качественно выполнена крышка. Качественно выполнены сами наушники. Более продуманный порт зарядки. Качество звучания, вопреки маленькому размеру динамика, превосходное. Ни в чем не уступает 10-мм динамикам у Tune 130. Если сравнивать с моими Wave 200, то в этих наушниках более глубокий бас, ну и само собой более широкие возможности по настройке, так как здесь есть поддержка приложения JBL. Единственным минусом этих наушников является проблема с совместимостью Bluetooth версии 4.0. Имейте это в виду, когда будете покупать эти наушники. Если я о чем-то забыл рассказать, спрашивайте меня в комментариях, я вам обязательно отвечу. А также напишите, на какие наушники вы еще хотели бы посмотреть обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Продолжение следует...